В связи с тем, что конкурсное хозяйство еще расширилось, возникает необходимость в большем количестве места. Появляется новая концертная площадка, колонный зал Дома Союзов, бывший зал Благородного Собрания. Виолончелисты переезжают в зал Чайковского, а у вокалистов премии, естественно, делятся на мужские и женские. Первое место у мужчин – это советский тенор Владимир Атлантов, а первое место у женщин – американка Джейн Марш. Вот как она поет с акцентом, естественно, но по-русски, необходимое в таких случаях «Письмо Татьяны» – знаменитейшую сцену из Евгения Онегина, Чайковского. Как известно, любой конкурс – дело очень азартное. Но вот будущий победитель конкурса пианистов, советский музыкант Григорий Соколов, показал, что азарт, в общем, вовсе не обязателен даже на конкурсе имени Чайковского. КОНЕЦ В моду входит интеллектуальное музицирование, и это видно не только по примеру Григория Соколова, но и по победителю в состязании скрипачей. Его выигрывает по очкам советский музыкант Виктор Третьяков. У Третьякова очень сильные соперники – это ученики Давида Ойстраха, два Олега – Олег Крыса и Олег Каган. Но хотя Ойстрах – председатель жюри, они не получают первых премий, несмотря на то, что вполне их были бы достойны.